МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и чернилах". Лео Бернетт. Ерлан Аскарбеков, вице-президент клуба Пиар-Ш, генеральный директор коммуникационного агентства Аскарбеков КИЗ. С 2000 по 2004 год являлся пиар-менеджером Британского совета при посольстве Великобритании в Казахстане и Кыргызстане. Компании, стремящейся стать значимым игроком рынка или сохранить свой статус лидера, развивать направление пиар-деятельности просто необходимо. Ответ однозначен. В настоящее время эксперты делят казахстанский пиар на три вида. Бизнес-пиар, политический и социальный. Последние два, по их мнению, менее развиты. И все же, что такое пиар для отечественного бизнеса сегодня? Дань моде или важный аргумент в конкурентной борьбе? И средства формирования деловой репутации? У нас в Казахстане крупных бизнес-групп порядка 200 по оценкам экономистов. Соответственно, в каждой этой группе необходимо хотя бы по 20 пиарщиков, как в штаб-квартире, так и в крупнейших компаниях. Это уже 400 рабочих мест, считаем. У нас в Казахстане порядка, давайте оценим, 8 тысяч верхушки среднего бизнеса. Там нужно хотя бы по одному человеку. Это еще 8 тысяч рабочих мест. И где-то 5 тысяч, хотя бы 5 тысяч нужно в госорганах, нацкомпаниях, РГП, вот всевозможных акиматах до районного уровня. Ну, соответственно, я называю потребность Казахстана. То есть приблизительно получается у нас около 20 тысяч рабочих мест. Реально, по некоторым оценкам, у нас в стране человек 400 называются пиарщиками. То есть, как видите, конкуренцию близко еще не пахнет. Красивый стол, вкусно приготовленное блюдо – мечта каждой хозяйки. Но, к сожалению, для большинства женщин все это таки остается мечтой. Идеальный вариант для будущих домохозяек и всех гурманов организовала героиня нашей программы Татьяна. Бизнес-леди открыла в Астане кулинарную школу. Все началось с того, что, когда мне было, наверное, лет 17, я начала активно искать какие-нибудь кулинарные курсы в Астане. И поняв, что ничего нет, очень огорчилась. И когда так получилось по счастливой случайности, что я вышла замуж за шеф-повара, мы с ним вдвоем эту идею решили воплотить в жизнь. И таким образом родился вот этот проект. Курсы проводятся 2-3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия составляет в среднем 3-4 часа. А количество людей в группе – около 10 человек. Цена одного занятия варьируется от 5 до 15 тысяч тенге в зависимости от сложности мастер-класса. Огромной популярностью пользуются 10-дневные курсы, стоимость которых – около 130 тысяч тенге. За больше, чем неделю под руководством шеф-повара вас научат печь, работать со всеми видами теста и делать шикарные кулинарные изыски. Это полное погружение в кулинарию, когда девочки, ну, как правило, это девочки, учатся готовить все, начиная от завтраков, супов, салатов. Работают с мясом, с рыбой, учатся делать сами домашнюю пасту, выпечку различную, десерты. Все-все-все абсолютно включено в этот класс. Ресторан на собственной кухне – негласный девиз команды кулинарной школы «Гурме». Все занятия проходят под руководством шеф-поваров со стажем работы более 20 лет. Они с легкостью обучат вас особенностям кулинарных традиций и технологий разных кухонь мира. Приятным бонусом для мам станет возможность заниматься не только самим, но и привить любовь к высокой кухне ребенку. Открыть собственный ресторан или небольшое кафе в современном мире – задача довольно сложная, требующая денег, связей и небольшого жизненного опыта. Без этих составляющих оставаться на плаву в бизнесе практически невозможно. Но в бизнесе, как говорится, не все решают хорошие отношения и астрономическая денежная сумма. Иногда всего лишь одна, но по-настоящему гениальная идея способна перевернуть мир и привлечь к себе большинство. И сегодня мы находимся в одном из самых необычных и интересных мест столицы – в кофейной библиотеке. Откуда вообще возникла идея создать такое креативное, в то же время, наверное, не совсем приносящее денег, место, которое привлекает к себе астанчан. Ну, идея на самом деле не самая новая. Наш учредитель – она американка. В Америке вот такой концепт, когда есть кофейня, есть книги, это очень популярно. То есть, как правило, люди приходят, и там, где они читают, имеют возможность выпить кофе или что-то перекусить. И наоборот. То есть там, где они пьют кофе, есть возможность что-нибудь почитать. Вообще история интересная. В 2004 году, вот марта нашего учредителя, у нее появилась идея о том, чтобы сделать англоязычную библиотеку, потому что ресурсов для людей, изучающих английский язык, просто не очень мало. И, ну вот, как бы, отвечая на спрос рынка, она открыла здесь библиотеку. Потом люди начали спрашивать о курсах английского языка. И она также, вот, повинуясь спроса, открыла курсы языка. И дальше была уже идея, она как бы сама по себе у нее, как у американки в голове возникла, что как бы очень хорошо было бы, чтобы было какое-нибудь кафе рядом со всем этим. И еще, ну раз библиотека, хотелось и продавать книги. Так возник книжный магазин. То есть это, может быть, это не сразу в ее голове возникло, как вот сразу, да, кофейня, кафе и магазин. Но со временем, учитывая пожелания людей, бизнес вот так оформился. И на самом деле, да, мы сначала были общественным фондом. То есть мы не коммерческая организация. Но со временем доходы растут. Мы должны, наша форма организации должна соответствовать нашим доходам. Но мы решили та часть, вот где кофейня и магазин, сделать ее то. И вот где библиотека и курсы, это осталось общественным фондом. То есть мы такой микс. С одной стороны, мы не правительственная, не коммерческая организация. С другой стороны, мы получаем, можем делать доход. Все-таки, что в первую очередь привлекает астанчан? Это вот любовь к книгам или все-таки запах вкусного свежесваренного кофе? Вот в последнее время тенденция, что все-таки люди больше приходят за кофе и выпечкой. Хотя раньше, конечно, ведущая была то, что люди приходят за материалами, за материалами на английском языке. А сейчас вот они приходят в кофейню, потом с удивлением, у нас здесь библиотека и курсы, да, мы хотим еще и сюда. Да. Влияет ли это на то, что ваш учредитель гражданка США наличие очень большого количества англоязычных посетителей? Ну, в принципе, общее мое впечатление, что иностранцы с удовольствием проживают свою жизнь в Астане. Ну, наше место и для них привлекательно, мне кажется, в первую очередь атмосферой, потому что здесь вот Мартово и удалось создать такое небольшое западное, больше даже американское место. Также то, что здесь иностранцы сами, да, с надеждой приходят, что они там других иностранцев встретят. Для них это место, где они могут новые связи, новые знакомства здесь. Ну, и также у нас хорошего качества выпечка, кофе, литература, тоже для людей, читающих на английском языке, это уникальное место. Марта вначале все прям привозила в сумках, в багаже. Первая библиотека, это было, может быть, буквально пару таких полок. Вот, потом она просила других людей привозить. Ну, со временем у нас была какая-то вот система доставок, заказов и доставок. Ну, и также у нас есть книги на русском, на казахском языке, их мы приобретаем здесь. Кстати, по вторникам для студентов здесь действует 20-процентная скидка в кофебаре. Для того, чтобы стать постоянным посетителем, вам нужно приобрести годовой абонемент, который вам обойдется в 3000 тенге. Пока фонд библиотеки насчитывает 10 тысяч книг и дисков. В планах расширения. Много люди спрашивают о том, чтобы мы были на левом берегу. Часто люди говорят, что вы не первая линия домов, мы не находимся прямо у дороги главной. Поэтому для них это сложно нас найти. Вот. Ну, конечно, хотелось бы больше работать именно в части маркетинга, потому что о нас не так много знают, как хотелось бы. Вот. Ну, наверное, это основные пока. Может быть, есть такие вот, это тоже на уровне возможностей, даже это еще пока не планы, а как-то мы хотим все-таки на сельскую молодежь влиять. Может быть, сами будем выезжать, может быть, здесь организовывать какие-то курсы для сельской молодежи. Ну, это, опять же, это только пока мечты. Бизнес, который меняет жизнь к лучшему. Истории, которые вдохновляют. Еженедельно герои наших программ не просто раскрывают свои коммерческие тайны, но делятся секретами своего успеха. А у меня на этом все. До встречи на телеканале 24КЗ. Субтитры создавал DimaTorzok